Как посадить алоэ без корней Выращивать дома алоэ очень выгодно и к тому же легко. Его сок можно всегда использовать в косметических целях. Вы найдете массу рецептов применения масок, лосьонов, тоников для лица. А также это хорошее средство для заживления ран, ушибов, ссадин, регенерации кожи и прочего. Выращивать алоэ легко потому, что это растение не требует определенного ухода, щепетильного полива или конкретного места, где его нужно обязательно размещать. Достаточно лишь помнить о базовых правилах ухода, не забрасывать алоэ, а заботиться о нем, тогда и этот цветок будет заботиться о вас. Как же посадить алоэ без корней? Очень часто в период роста мы срезаем стебельки алоэ, которые отлично подойдут для следующей посадки. Нередко можно встретить советы о том, что срезанный стебель алоэ нужно предварительно поместить в воду, дождавшись появления корней, а уже затем высаживать его в землю. В принципе есть случаи, когда алоэ нормально отпускало корни и вырастало, однако в основном это растение не очень хорошо воспринимает чрезмерную влагу и может загнить. Процесс отращивания корней, как вы понимаете, не быстрый и существует вероятность, что алоэ может начать портиться намного раньше, чем отпускать корни. Можно высадить срезанное алоэ в субстрат без предварительного укоренения. Для этого нам нужно срезать стебельки алоэ, которые пойдут на посадку и оставить их подсыхать на несколько дней. Можно выложить их на открытом воздухе, а можно свернуть в пергамент трубочку и положить в холодильник, в ту камеру, где среднее охлаждение. По прошествии срокам можно укоренить алоэ во влажном песке. Песок должен быть предварительно термически обработан, чтобы не приносились бактерии и плохая микрофлора. В таком субстрате алоэ не поливают часто. Слегка разрыхлив песок, можно понять, укоренилось ли растение, однако будьте осторожны и не повреждайте корневую систему. После того, как она сформировалась, можно будет пересаживать растение в полноценную почву. Почвенная смесь для алоэ должна быть легкой, хорошо пропускать в воду и в воздух, рыхлой и, конечно же, плодородной. Для смеси используем такие составляющие. Одна часть листовой земли, две части дерновой земли и половина песка, опять-таки обработанного и очищенного. Дренаж, который необходим алоэ, можно добавить в саму почву, например, покрошенный кирпич, и перемешать, а можно выстелить им дно горшка. Сначала нам потребуется небольшой горшок, достаточно, чтобы он был больше по краям на 5 см, чем само растение. Уже по мере роста алоэ мы также покупаем горшок побольше. Чтобы растение хорошо прижилось, необходимо его регулярно подкармливать. В период роста с апреля по сентябрь необходимо вносить жидкие комбинированные удобрения с частотой 1 раз в месяц. Этого условия будет вполне достаточно, чтобы алоэ чувствовала себя хорошо и быстрее приживалась.